В эфире Народные новости в студии Ирина Семенова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. В подмогу из тыла из Саранска в зону СВО отправилась партия гуманитарного груза. Награды достойным в Доме Республики прошло торжественное собрание в честь Дня региональной Конституции. Перспективы сотрудничества с визитом в Мордовию прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь. Главное защитить подрастающее поколение. Артем Сдунов принял участие в семинаре совещания «Безопасная молодежная среда». Ждем гостей и готовим товары на экспорт. Глава Мордовии провел рабочую встречу с представителем МИД России в Нижнем Новгороде. С заботой и любовью из Мордовии отправился в дальний путь важный и ценный груз. Его получат жители новых территорий и, конечно же, наши бойцы. Подмога из тыла очень кстати, ведь это материальные ответы на просьбы военнослужащих. Как комплектовали партию, расскажут и покажут мои коллеги. Чтобы наполнить эти коробки всем необходимым, посильную помощь оказывает вся Республика. Трудовые коллективы, бизнесмены и просто неравнодушные жители. Посылки для защитников Родины из Мордовии в зону СВО отправляются регулярно. В состав каждой партии входит то, о чем просят сами военнослужащие. От продуктов питания с долгим сроком хранения до электронной техники и бытовой химии. Мы выполняем две заявки боевых подразделений и комплектуем их по их заявкам оборудованием. То есть отправляем туда и бензопилы, отправляем туда масла, отправляем туда спальные мешки. То есть все, что они запросили для обустройства быта. Вклад в состав гуманитарно-продовольственного груза сделали и фермеры республики. Значительную часть собранного урожая они передали защитникам Родины. Большой запрос поступает на технику. Дроны – необходимый инструмент, который теперь производят прямо в Мордовии. Получают поддержку и жители подшефной территории. У нас есть еще один округ, это Каланчакский округ, куда по заявке по просьбе военно-гражданской администрации Каланчакского округа мы тоже им помогаем и отправляем туда гуманитарные грузы. С сентября прошлого года общими усилиями собрано 130 миллионов рублей. Сбор средств продолжится и в дальнейшем. Реквизиты фонда сейчас на экране. Свой посильный вклад может сделать каждый. Дарья Боронина, Александр Овчинников, Народные новости. Они – настоящие Мордовии, их труд – вклад в ее будущее. 21 сентября в день Конституции республики наградили отличившихся жителей региона. Представители разных профессий и сфер жизни их объединяет одно – служение своей малой родине. Кто стал героями этого дня, расскажем в сюжете. С гимна республики началось торжественное собрание ко дню основного ее закона – Конституции Мордовии. Принятая 21 сентября 1995 года, она на протяжении почти 30 лет является гарантом прав жителей региона, обеспечивает возможности для его социального, экономического и культурного развития. У каждого человека есть паспорт, у региона есть паспорт. И я считаю, что это одно из знаменательных и эпохальных событий для каждого народа, для каждого субъекта Российской Федерации – принятие Конституции. Наша Конституция в полном соответствии составлена, сейчас и доработана, Конституция Российской Федерации. В этот день в Доме Республики собрались люди, которые ежедневно вносят вклад в настоящее и будущее Мордовии. Много среди них было тех, кто удостоился высоких наград за проявленные мужество и отвагу на полях специальной военной операции. Чествовали и деятели культуры и искусства. Без них музыкальная, театральная и художественная жизнь региона не была бы столь богата. В их числе оказалась Нина Кошелева – композитор, автор гимна Мордовии. Именно ее музыка открыла торжественное собрание. Уже полвека Нина Кошелева трудится на благо Республики и всей страны. Указом президента России она была награждена Орденом Дружбы. Высокая награда и оценка моего труда. Но я сегодня сказала, что за эти годы, за все 50 лет я написала более 300 сочинений. И, в общем-то, новым знаковым событием – это написание музыки государственной гимны Республики. Искусство лечит душу человека, а врач – его самого. Ежедневно медики заботятся о здоровье людей. Сейчас на них лежит еще одна важная задача – спасение жизни тех, кто находится в зоне проведения СВО. Они выносят с поля боя военнослужащих, занимаются их реабилитацией, лечат и выхаживают взрослых и детей в новых российских регионах. Медики из Мордовии неоднократно выезжали в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон, чтобы помочь местному населению. Среди них и старшая медсестра больницы номер 4 – Марина Манерова. За профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях она заслужила медаль Луки Крымского. Я не ожидала такой высокой награды, потому что вся моя работа состоит в том, чтобы помогать людям. И я ничего такого не считаю, что я делала что-то сверхъестественное. Я просто работала там, где я была нужна. Как только спросили, есть ли желающие помочь медикам в ЛНР, я сразу же согласилась. Ну, поехала. И сколько не жалею. Ещё пригласят, ещё поеду. Педагоги – сотрудники правопорядка, труженики села, работники заводов, волонтёры. Всего 28 человек. Все они получили награды за весомый вклад в процветание Мордовии и заслужение России. Ирина Радайкина, Владимир Надькин. Народные новости. Мордовия расширяет сотрудничество с Беларусью. Перспективы совместной работы глава региона Артём Сдунов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым. Сейчас взаимодействие ведётся в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Принята дорожная карта совместных мероприятий до 2025 года. После рабочей встречи Дмитрий Крутой посетил биохимик и аграрный ресурс. Подробности далее. Сейчас с Республикой Беларусь уверенно работают 60 предприятий Мордовии. Внешнеторговый оборот в этом году составил 138% к уровню года 2022-го. Основные экспортеры – ведущие промышленные предприятия региона. За 7 месяцев мы превысили уровень товарооборота за весь прошлый год, за 2022 год. По сути, это один из первых регионов, с которыми уже подписана дорожная карта на следующие 3 года, до 2026 года. Основной акцент сейчас делается на промышленности. Она занимает самый большой сегмент в планах двухстороннего сотрудничества, но он далеко не единственный Мордовия. И Беларусь выстраивает взаимовыгодные отношения и в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Из новых направлений, которые я бы сейчас... Направление культуры, конечно, и туризма, мы хотели бы здесь немножко усилить. Потому что деловая составляющая есть, событийные есть, я вот привожу конкретные примеры. Можно друг друга и в гости поездить. В тот период у вас есть что посмотреть, и нам есть что показать. Мы завершаем у нас вот сегодня одно из мероприятий по пункту пропуска работы. В следующий год у нас будет полноценный пункт пропуска, можно будет летать. Народная. Да, поэтому это существенно обращает нам взаимный обмен. Спектр взаимодействия, который обсудили на встрече, достаточно широкий. В республике планируется реализовать ряд инвестиционных проектов. В этом плане республика Беларусь готова поделиться своим опытом. Планы сотрудничества будут подробнейшим образом проработаны в ближайшее время. Уже в октябре состоится визит делегации Мордовии во главе с Артемом Сдуновым в республику Беларусь. По плазме крови и РДФ топлива, многие-многие технологии. По светотехнике, конечно, лично хочу посмотреть, как это производится. Потому что мы сейчас определяемся с технологиями. Мы смогли привлечь федеральное финансирование. Для нас сейчас принципиально найти партнера, который с пониманием нашего рынка мог бы, соответственно, с нами эти проекты реализовывать. Я пригласил белорусские предприятия на нашу вновь создаваемую особую экономическую зону. Это тоже фактически билет на рынок, на большой российский рынок. Это будет удобно. И технологии эти можно отработать. Поэтому я считаю, есть резервы для роста, обязательно поработаем. После рабочей встречи Дмитрий Крутой посетил флагман фармацевтической промышленности «Биохимик». Ему рассказали об инновационных разработках компании, показали цех активных фармацевтических субстанций антибиотиков новых поколений. Терментация рамоклавина. Соответственно, контролируются разные технологические параметры температуры, наличие кислорода, кислотности, паши. Далее, соответственно, мы это все дело передадим. На следующую стадию мы ее посмотрим. Полуторакубовый реактор там произойдет, масштабирование этого производства. После чего происходит выделение. Участники встречи обсудили возможности для развития экспортного потенциала готовой продукции, субстанций и технологий в Республику Беларусь. Кроме того, в Мордовии планируется создание биотехнологического кластера. Его ядром станет «Биохимик», также будет развиваться предприятие по переработке плазмы крови. На старте Мордовского проекта я предложил, чтобы мы изучили опыт строительства и запуска белорусского проекта. И, возможно, эти компании, с учетом научных, технологических особенностей, строительных, может быть, каких-то ошибок, они бы вместе посотрудничали. И у нас белорусские компании, которые тоже завязаны, у нас аналогичный биотехнологический кластер сейчас строится в Республике, может быть, кто-то бы заинтересовался Мордовской площадкой и стал бы резидентом, в том числе создаваемой российским правительством сейчас свободной экономической зоны, где будет ядром, сердцем как раз тема биотехнологий. С предприятием «Аграрный ресурс» у Республики Беларусь тесные связи с 2006 года. Сейчас они окрепли еще больше. Компания поставляет слихозтехнику из Белоруссии и занимается ремонтом тракторов и комбайнов. Уже сформирован пакет заказов на следующий год. Вместе с чрезвычайным и полномочным послом руководство предприятия обсудило проблемные вопросы. Его пожелания – это, конечно, запчасти, ритмичность и ассортимент, и навесное оборудование. Потому что участвует в конкурсах сейчас не просто машины в чистом виде, но нужен шлейф навесного оборудования серьезного. Поэтому наши производители из Бобруйска, из Лиды, из других регионов, по итогам встречи мы сейчас будем давать им задание, чтобы они насыщали его площадку всей системой и линейкой агрегатов. Также Дмитрий Крутое знакомился с товаропроизводителями республики. Например, Саранский комбинат макаронных изделий ежемесячно поставляет в Белоруссию 40 тонн продукции. А производитель перепелиных яиц только на пути к этому сотрудничеству. С 2012 года мы вошли в программу поддержки начинающих фермеров. Тогда грант у нас был 900 тысяч на доле. А сейчас мы уже как семейная ферма вошли тоже в программу господдержки. То есть у нас сейчас модернизацию оборудования, то, которое было старое, мы будем менять на новые линии. То есть у нас сейчас стоит уже две линии новых. Что касается пищевой отрасли, сотрудничество в этом направлении тоже будут развивать. В планах проводить выставки белорусских и мордовских товаров. Ольга Данилова, Ирина Радайкина, Сергей Соколов, Владимир Надькин. Народные новости. Оградить молодых людей от деструктивных явлений, дать им пространство для самореализации, предложить авторитетных наставников, а особое внимание трудным подросткам. Вот основные мысли, которые звучали на окружном семинаре-совещании «Безопасная молодежная среда». Участие в его работе принял и глава Мордовии Артем Сдунов. Лучшие практики работы с молодежью и самые эффективные способы выявления проблем в среде подростков и поиска путей их решения – своими проектами и реальными кейсами с 18 по 21 сентября на площадке семинара «Совещание «Безопасная молодежная среда». От Росмолодежи делились спикеры из 14 регионов ПФО. Важной частью семинара стал круглый стол с участием главы Мордовии и экспертов из разных сфер, так или иначе связанных с образованием и работой с молодежью. Артем Сдунов подчеркнул, в этих вопросах нужен комплексный и деликатный подход. Обращаем внимание на сообщество, обращаем внимание, что происходит в интернете. У нас под это создан специальный центр, который по ключевым словам смотрит, на базе университета. Мы эту работу проводим. Есть и другое направление, вовлечь их в те мероприятия, которые сейчас осуществляет вся страна, и в частности республика. Мы помогаем всем нашим бойцам в социальной военной операции, набираем продукты, предметы первой необходимости, довозим так называемый гуманитарный груз в подведомственные нам регионы. Они в этом участвуют, они заняты, мы их видим, видим, что там происходит. В Мордовии проживают порядка 132 тысяч несовершеннолетних, и хотя процент молодых людей, занимающихся теми или иными видами волонтерства, очень высок, далеко не все подростки остаются при деле и под присмотром, а это всегда риск деструктивного влияния на юные умы. Поэтому особое значение приобретает институт наставничества. В качестве хороших авторитетов и примеров для подражания для молодежи часто выступают их тренеры. Именно поэтому важно привлекать подростков в спортивные секции и добиваться, чтобы они их не бросали. Важную роль в вопросах работы с подростками и раскрытие их потенциала также играет движение первых. Я считаю, неплохо мы с ними контактим по многим проектам. Очень хорошо, что они финансируются. Любая поездка, возвращается группа, совершенно другие люди. Вот они вывлеклись в какую-то среду, поучаствовали в конкурсах, пообщались со сверстниками из других регионов, совершенно другие. Вот за них мы вообще не опасаемся. Они потом другие заявки пишут. Вот сейчас на фестиваль молодежи выходят и говорят, я вот там была, я еще раз хочу поехать. Это наши люди. Мы будем за них бороться, чтобы они оставались вот с таким же мощным накалом и с такой же активностью. Организатор семинара совещания «Росмолодежь» представители федерального агентства уверены, такой формат обмена опытом на окружном уровне необходимо продолжать и развивать. По поручению президента Российской Федерации разработан комплекс мер по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде. Пока он будет функционировать до 2025 года. И существенное внимание здесь мы уделяем как раз повышению квалификации специалистов в сферы молодежной политики, осуществляющих профилактическую деятельность, развитию межведомственного и межрегионального взаимодействия. Какие темы наиболее уязвимы для молодых людей и что их волнует, об этом рассказали психологи. Шла речь также о взаимодействии общественных организаций с органами власти и силовыми структурами в вопросах патриотического воспитания. Важна, конечно, и роль родителей. Об этом напомнил активист движения «Отцы России» Арутюн Арутюнян. Поговорили также и о подростках, попавших в трудную жизненную ситуацию. Им необходимо особое внимание. Таких молодых людей важно вовремя оградить от деструктивного влияния и направить в правильное русло. Улучшение инвестиционного климата Мордовии, поиск новых возможностей для экспорта и новых зарубежных партнеров, а также сотрудничество в сфере международных отношений. Эти темы 21 сентября в рамках рабочей встречи обсуждали глава Мордовии Артем Сдунов и представители Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. У Мордовии хороший производственный, образовательный, культурный и туристический потенциал. Важная задача его раскрыть и продвигать. Чтобы рассказать потенциальным зарубежным инвесторам и партнерам в промышленной отрасли о перспективах сотрудничества с регионом, представитель МИДа в столице Приволжья предложил организовать презентацию экономического потенциала республики в Федеральном министерстве иностранных дел. Такая практика возобновилась после снятия пандемийных ограничений. Система работает уже давно, это с участием министра иностранных дел и с привлечением иностранного дипломатического корпуса. И в новых условиях, кстати, это очень важно, потому что МИД сам определяет круг тех, кто будет в этом участвовать. Естественно, является приглашающей стороной. Регионы в этом плане очень помогают. Артем Сдунов приглашение принял и отметил, что в Мордовии действительно есть что показать. Также руководитель региона подчеркнул, несмотря на непростую обстановку, международные отношения в Мордовии сейчас развиваются, а число контактов с другими государствами растет. Я же смотрю, даже если по Беларуси сегодня будем говорить, у нас внешний торговый оборот растет. Беларусь только, да. Есть много других стран. Мы только за последний год два культурных центра открыли. У нас и Китай, и Индия. Чемпионаты мира проводим. Ну да, если кто-то не приезжает в страну, то активно участвует. Нормальное явление сейчас. Конечно. Поэтому здесь идет именно об этом. Потом экспортный потенциал наращивание. Я опираюсь на данные статистики. В рамках встречи также обсудили возможность организации пресс-тура для иностранных журналистов по Мордовии при координации официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Это позволит зарубежной общественности увидеть обновленный имидж региона. Также глава республики пригласил Сергея Малова и представителей МИД посетить экспозицию Мордовии на международной выставке в форуме «Россия». Напомню, она откроется 4 ноября в Москве на площадке ВДНХ. День Мордовии – 30 ноября. Запланирована большая культурная и деловая программа. В преддверии дня машиностроителя в Мордовии прошло выездное заседание Комитета объединения производителей железнодорожной техники по качеству. Место выбрано не случайно, ведь в республике работает крупный производитель грузового подвижного состава РМ-Рейл. Обсуждались новые разработки компании, опыт цифровизации и ряд других вопросов. Ирина Суконкина продолжит. Задача – обеспечить потребителей безупречным качеством. На заседании речь шла именно об этом. Участники обсуждали методики достижения максимума в машиностроении. Перед отраслью стоит целый ряд приоритетных целей, которые требуют современных решений. И с этим вагоностроители Мордовии справляются вполне успешно. Без качества, без надежности мы не сможем обеспечить безопасность перевозочного процесса и мы не сможем повысить пропускную способность наших дорог. Президент Ассоциации объединения производителей железнодорожной техники Валентин Гапанович отметил уровень строительства и качества инновационных грузовых вагонов в целом и подчеркнул значимость промышленного предприятия республики в масштабах страны и мира. Мы в 2003 году имели гарантийный пробег вагона между видами технического обслуживания 800 километров. То есть вагон обслужили, через 800 километров еще раз обслужили. Сегодня инновационный вагон, в том числе который строится здесь, в Розаевке, на Русском Маше, он имеет гарантийный пробег 6000 километров от погрузки в Кузбассе полувагон до выгрузки в находке. Представляете, что было бы и как работал бы сегодня восточный полигон у ООРЖД, если бы не было этого показателя. На заседании затронули тему цифровизации и ее внедрения в производство. Это позволит не только сократить сроки выполнения, но и улучшит работу с помощью анализа больших данных. Также речь шла о перспективах применения нейронных сетей в грузовом вагоностроении. И то, что относится к теме электронного инспектора, и то, что относится к теме разработки нового стандарта, все это, конечно, те элементы, которые дальше требуют и внимательного обсуждения, ну и, соответственно, дальнейшего новейшей инсталляции, дальнейшего развития в работе как отечественного машиностроения, так и в целом в работе железнодорожного транспорта. Доклады спикеров – подарок всем участникам круглого стола. Особо же отличившиеся сотрудники компании вдобавок получили грамоты и знаки 90 лет вагонному хозяйству. Ирина Суконкина, Юлия Кондратьева, Александр Овчинников, Народные новости. Это было необходимо. В Краснослободском районе большая стройка развернулась на одной из автодорог. Не так давно на месте обновленного асфальта можно было увидеть лишь ямы и трещины. Сейчас же ремонтные работы почти завершены. Преображение и перемены к лучшему происходят сразу на нескольких участках. Вместе с Краснослободском комфортные условия придут и в села района. Их призвание делает жизнь земляков комфортной, а город и район красивым. Их фронт работ, строительство многоквартирных домов, переселение из ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт и одно из самых востребованных направлений – дорожный ремонт. Совсем скоро получат новый облик, вокзальная площадь и ближайшая проезжая часть. Дорога с двусторонним автомобильным движением давно нуждалась в ремонте. Асфальт стерся практически до щебня. Да и окружающий пейзаж на городской совсем не похож. Дорога очень сложная, здесь все под градусами, надо как бы вымерить хоть тротуар, хоть все прикромочные лотки, потому что все прикромочные лотки, они проходят по обоим сторонам. Вот. И дорога у нас двухконторная. Задача непростая, но профессионалам по плечу. Справиться обещают даже раньше запланированного срока – в начале октября. Газоны, два остановочных павильона, пешеходные тротуары по обеим сторонам. Еще не все. Сама дорога также изменится, станет шире. 7 метров в верхней части, 6,5 внизу. Это позволит большегабаритному транспорту без проблем пропустить встречный автомобиль. Похорошеет и привокзальная площадь. Ее украсит большая клумба, а остальную территорию заасфальтируют. Перемены к лучшему произойдут не только в городе, но и в селах района. Сейчас вот у нас остается 2 дороги. Именно это село Чукалы и Старое Синдрово. Старое Синдрово 900 метров, щебенчатого покрытия, потому что там дороги как бы нет. Чукалы, щебенчатое покрытие 450 метров. Говорим мы про Новое Синдрово. Здесь у нас дороги, будем строить дорогу, вторую половину по улице Ленина. Первую половину сделали мы благодаря Михаилу Петровичу в 2020 году. Строительные материалы подбираются индивидуально под каждый участок. Это позволяет сделать объект наиболее качественным и долговечным. Позаботятся не только об автолюбителях, но и о пешеходах. Так в деревне Лаушки появится еще одно необходимое сооружение. Мост шириной более полутора метров. Там планировалось сделаться дорога по основной улице, которая есть через плотину. Но решено было построить мост, потому что очень огромное затопление весной, паводок. И постоянно дежурит МЧС, чтобы провозить детей в школу. Как бы это все и опасно. Пришли к тому, что нужно делать вот этот мост. Мост через всю будет плотину, он будет поднят наравне от точки А до точки Б, чтобы когда приходила вода, никакая переправа уже лодочная была бы не нужна. Важное приобретение для комфортного выполнения работ база бывшего ПМК. Сейчас объект реконструируется и модернизируется для максимального удобства. Большая часть участка превратится в гараж для рабочей техники, который в обиходе 25 единиц. В этом году мы взяли новый погрузчик. Он у нас как бы на объекте, на Ивасе, находится у Полянского района. Также купили КМУшку, вынуждены были купить. Потому что она у нас как бы обслуживается, которая находится сзади меня, она обслуживается как и кран, как и автовышка, так как бы есть люлька. Потому что обслуживаем и фонари. И пилим, спил деревьев. И любые монтажные как бы работы. Районы город преображаются на глазах. Строители заботятся о комфорте местных жителей и о том, чтобы даже в зимнее время обновленные участки и город было в целом удобно убирать от снега. Строят и ремонтируют ответственно и с душой. Ведь работают для себя, для своих близких и всех земляков. Перечень сделанных объектов все шире, и каждый из них долгие годы будет радовать слободчан. Дарья Боронина, Александр Овчинников. Народные новости. Краснослободский район. 20 сентября в Розаевке отмечали 100 лет со дня рождения народного писателя Мордовии Федора Андрианова. За свою долгую жизнь он сделал многое. Писал стихи и прозу, историческую и детскую литературу. Пробовал себя и в качестве мастера художественного перевода. Земляки же запомнили Федора Андрианова как талантливого педагога. Подробности в сюжете. В этот важный день к мемориальной доске Федора Андрианова возложили цветы, а в холле школы всех ожидала экспозиция, рассказывающая о его жизни и деятельности. 30 лет писатель и педагог преподавал в Розаевской школе номер 5. Он был учителем русского языка и литературы и воспитал не одно поколение школьников. А в годы Великой Отечественной войны сражался за Родину. Родные и близкие вспоминают его с трепетом и теплом. Всегда буду помнить те моменты, когда мы бегали к нему, бежали со школы, чтобы просто побыть с ним, побыть, послушать его, принять его советы. Мы всегда гордились этим. И он выделял нам просто, мне кажется, огромнейшее время. К столетию со дня рождения Федора Андрианова в школе подготовили памятный вечер. Подростки и сами больше узнали о прославленном земляке и смогли познакомить зрителей с его биографией и огромным вкладом в литературу. Шла речь и о непростых военных годах. В августе 1941 года при дивизии стал организовываться удавный отряд специального назначения действующих этого противника. Туда набирали только добровольцев. Одним из них стал Федор Константинович Андрианов. Именно здесь он взял свои первые языка, а всего их на его боевом счету 13. Здесь, в отряде, он получил свою первую боевую награду медаль за отвагу за подрыв железнодорожного моста через Десну, далеко от станции Жуковка. Народный писатель Мордовии наставник для нескольких поколений рузаевцев, ветеран, достойный гражданин своей страны. Такие люди не уходят, они остаются жить в людских сердцах. Валерия Новикова, Народные новости. Безопасность детей и подростков в киберпространстве – современная проблема, требующая современных решений. Как уберечь подрастающее поколение от мошенничества в интернете? Этот вопрос стоял на повестке круглого стола, который состоялся в общественной палате. Какие меры профилактики рекомендуют эксперты и что такое киберпаутина? Расскажем в сюжете. Ежедневно жертвами кибермошенников становятся сотни и тысячи детей и подростков во всем мире. Поймать онлайн преступников не так-то просто, а вот попасться на их удочку может каждый, кто не знает элементарных правил гиены в интернете. О них и шла речь. В числе спикеров круглого стола представители Минобра, Департамента по социальной политике, Уполномоченного по делам ребенка и сотрудники МВД. Они озвучили печальную статистику. У нас ежедневно регистрируются случаи, когда во сети интернет происходит кражи личных данных, когда подростки, молодое поколение у нас приобретает какие-либо товары на известных интернет-площадках, однако не получает за них оплату. Либо не получает данный товар, в результате чего становится жертвой мошенников и теряет свои денежные средства. В частности, на круглом столе обсуждали реализацию социального проекта «Киберпаутина». Он стартовал 1 августа. В его рамках детям будут пояснять, как обезопасить себя в киберпространстве. Помочь в этом может полноценное пособие, которое также разработали в рамках проекта. Информация в навигаторе киберпространства выстроена в формате «Чат-бота». Его посчитали наиболее удобным для семи-восьмиклассников. Данная категория граждан выбрана не случайно. Именно эти дети уже осознают себя в полной мере взрослыми. Они уже получают паспорта, потому что в большинстве своем исполняются 14 лет. И вольны, как они считают, принимать самостоятельные решения. А именно, общаться в мессенджерах, добавлять в своих социальных сетях людей, которых они считают необходимыми. Хотя иногда не осознают о том, что в числе их потенциальных друзей могут быть мошенники и люди, которые заинтересованы совершенно в ином, нежели в дружбе и приятном общении. Чтобы избежать различного вида мошенничества, напомните себе и своим детям, что пароли в интернете должны быть сложными. Включите двухфакторную аутентификацию, не делитесь слишком личной информацией в соцсетях, делайте резервное копирование данных, регулярно проверяйте историю финансовых операций. И следите за тем, какой цифровой отпечаток вы оставляете во всемирной паутине. Ирина Суконкина, Ирина Родайкина, Владимир Найскин, Народные новости. Дети часто становятся жертвами не только мошенников. Банальные кражи тоже остаются большой проблемой. Точнее, даже не кражи, угон транспортных средств. Особенно падки злоумышленники на велосипеды и детские коляски. Как не стать жертвой такого преступления, правоохранители рассказали саранским прохожим. С подробностями Михаил Мазанов. Велосипеды, скутеры, самокаты и детские коляски. Экологически чистый и для многих очень удобный способ передвижения. Однако, малые габариты и отсутствие надежной защиты превращают их в легкую мишень для злоумышленников. Чтобы обезопасить личное имущество горожан, полицейские и общественники провели профилактическую беседу в потенциальных зонах риска. Это парки, детские площадки, парковки магазинов и торговых центров. Мы старались довести до родителей и до детей информацию о том, как правильно хранить свои вещи. Говорили с родителями о том, что необходимо обязательно приобретать удерживающее устройство для того, чтобы обезопасить свои велосипеды, свое имущество. В последнее время в Мордовии участились случаи краж велосипедов и детских колясок. В среднем за день правоохранители фиксируют один-два подобных случая. Чаще всего транспорт крадут у детей. Пропажи можно избежать. Для этого достаточно не оставлять своего двухколесного друга без присмотра. Использовать средства защиты от угона. Также правоохранители советуют делать на своем транспорте личные метки и выбирать парковки, оснащенные камерами видеонаблюдения. Пожалуйста, проведите беседу со своими детьми, чтобы они не бросали свои велосипеды даже в том случае, когда они забегают в магазин на минуточку. Хотелось бы вам сказать, чтобы вы покупали специальные замочки, специальные тросики для того, чтобы ваши детки пристегивали велосипеды, для того, чтобы они были в целости и сохранности. Сотрудники МВД в очередной раз призвали граждан быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности. Простая внимательность позволит избежать неприятных ситуаций и сохранить свое имущество. Михаил Мазанов, Народные новости. Без лицензии запрещено. Речь идет о хранении источника повышенной опасности оружия. На повестке дня ставшая уже ежегодной акция «Оружие-2023», как идет борьба с нелегальным его оборотом, обсудили 21 сентября в Республиканском МВД. Иметь оружие и иметь право им пользоваться вовсе не одно и то же. По закону для этого необходима лицензия. К сожалению, помнят это не все. Только за 8 месяцев текущего года в Мордовии выявлено 83 преступления по части незаконного оборота оружия. Кто-то нарушает закон по незнанию, другие умышленно. Иногда это одиночный предмет, а порой масштабы впечатляют. Так было и в Зубово-Полянском районе. Обнаружен арсенал с оружием и боеприпасами. Замаскированный схрон находился в ангаре заброшенной фермы. Сотрудниками правоохранительных органов изъяты один обрез, один пистолет Вальтер, один револьвер с признаками переделки по стрельбу боевыми патронами, три гранаты, 215 граммов взрывчатого вещества, один взрыватель, 1540 патронов для автомата Калашникова. Нашел и досталось от родственника после его смерти. Такие объяснения от незадачливых хранителей чужого оружия слышат чаще всего. Как быть потенциальным наследником в случае смерти хозяина оружия на брифинге тоже объяснили. Поддаваться панике или прятать точно не стоит. Самый верный способ сдать оружие на временное хранение в Росгвардию или отделение МВД. Хочу также напомнить, что с 29 июня 2022 года оружие у нас является источником повышенной опасности. И любые неправомерные действия с ним могут повлечь негативные последствия вплоть до уголовной ответственности. В какой момент хранение оружия превратится в его применение не угадаешь. Поэтому все случаи нарушения закона пресекаются на корню. Основной вклад в работу органов внутренних дел по противодействию незаконного хранения оружия вносят подразделения уголовного розыска. В этом году на их счету более 45% всех выявленных в этой сфере преступлений. Дарья Боронина Дмитрий Малахов Народные новости Позаботиться о близких можно разными способами поговорить по душам найти теплые слова и налить теплого чая в трудную минуту укутать шарфом или напомнить взять зонт. Ну а еще можно и нужно напомнить им простые правила которые помогут защититься от мошенников. Кстати у себя в памяти освежить их тоже не помешает с этой целью предлагаю прямо сейчас посмотреть короткий ролик от регионального МВД. Это был обычный учебный день. Оля и Арина прогуливались по холлу своего института и тут раздался звук сообщения. Это сообщение пример самого обычного телефонного мошенничества. Оля тут же схватилась за свою карточку и начала быстро набирать цифры но Арина ее остановила. Никогда не сообщайте никому свой пароль даже сотрудникам банка. Имейте ввиду что сотрудники банка никогда не связываются с клиентами через мессенджеры. Используйте только официальное мобильное приложение вашего банка. Отныне Оля никогда не попадалась на подобные уловки. В современном мире злоумышленники разрабатывают все новые методы мошенничества с банковскими картами. Но чаще всего виноваты люди которые сами дают информацию. Как говорится кто владеет информацией тот владеет всем. Если злоумышленник получил вашу информацию то значит ваши денежные средства уже у него в кармане. Вместо лыж лыжероллеры 21 сентября в Саранске на базе лыжно-биатлонного центра прошло открытие первенства России по биатлону. Команды в Мордовию приехали из разных регионов. Каждый спортсмен продемонстрировал готовность к упорной и честной борьбе за победу. На церемонии открытия побывала Валерия Новикова. Соревнования будут проводиться среди девушек и юношей возраст биатлонистов 15-16 лет. Всего спортсменов 270 приехали команды из 37 регионов России. Поздравить с открытием первенства пришли почетные гости, которые пожелали всем успешного старта и не менее успешного финиша. Мы очень рады, что Саранск вновь выбран столицей летнего биатлона и сегодня лучшие спортсмены нашей страны собираются на нашем замечательном спортивном комплексе для того, чтобы выявить сильнейшего и пополнить ряды новыми именами сборной команды страны по биатлону. Сразу после открытия спортсменов ожидала официальная тренировка, на которой они смогли опробовать не только трассу, но и новые роллеры. Делали также акцент на стрельбу. От нее в биатлоне зависит очень многое. Перед этими соревнованиями каждая команда упорно тренировалась. Первые два месяца лета мы тренировались на Камчатке, затем полетели в Новосибирск на сборы, потом вернулись на Камчатку, также продолжали активно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Уже завтра всех биатлонистов ожидает первый старт. Каждый опробует свои силы в индивидуальной гонке. Валерия Новикова, Народные новости. Урожайная корзинка такое говорящее название носила общегородская выставка конкурс даров природы и плодов труда умелых рук. 21 сентября во дворце культуры Саранска, она прошла уже в 13 раз, участники фестиваля представили овощи и фрукты из собственных огородов. О том, чем богата мордовская земля, расскажут мои коллеги. Жители Саранска собрались в городском дворце культуры, чтобы продемонстрировать результаты своего кропотливого труда. Фигурная резьба по арбузу, лебеди из яблок, цветы из синего лука, букеты из острых красных перцев. Это и многое другое можно было увидеть на ежегодной выставке урожайная корзинка 2023. Участие в ней приняли садоводы и огородники изо всех районов столицы Мордовии. Ежегодно эта выставка уже 13-е проходит, что люди с большим удовольствием приходят к нам, чтобы показать, какой у них урожай вырос. И делили мы людей пополам. Кто-то вырастил лучший урожай, кто-то сделал лучшую композицию 2023. Каждая ягодка и каждый овощ выращены и собраны с любовью и заботой. Для участников фестиваля работа на огороде радость, своеобразная отдушина, а плоды труда несомненный повод для гордости. Гости удивляются результатом непростой, но очень важной работы. На выставку привезли даже маленьких утят. Наш мед с нового урожая. Это лесной мед, урожай которого приходится на июль и на август. А также чай прямиком из леса. Мы представляем различную продукцию. Здесь у нас есть свекла, гигант, морковки разные, поздний у нас есть малина и второй сорт у нас есть виктория. Отдельное внимание уделили инсталляциям. Каждый из участников фестиваля постарался необычно представить зрителю знакомые всем кабачки, арбузы, тыквы, огурцы и помидоры. Выставка ярмарка отгремела так, как ей положено. Богата, многолюдна, со смехом и песнями. Кристина Стомина, Дарья Баронина, Народные Новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Ирина Семенова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи!